Что же будет означать падение кометы? Вечная любовь или разбитые сердца? Всем привет, мои дорогие друзья! Сегодня мы с вами познакомимся с парочкой, точнее с ними мы уже знакомы, но узнаем, возможно, что-то новенькое. Парочка, которая сведена кометой. Отец Клео и Неферы ждал 1300 лет, чтобы осуществить предназначение их династии. Он ведет своих дочерей и их друзей на исключительно эксклюзивный галоконцерт в Музее неестественной истории. Он посвящен первой публичной демонстрации важнейшего египетского артефакта – кристальной кометы. Это большая возможность для всех. Для нее, для Неферы, для Диуса, для ее подруг, которых она берет просто всех. Дракулаура, Аберета, Кэти, Клодин. Дьюс очень взволнован поездкой в Буйорк. Клео только и говорит, что о кометах, кристаллах, вечеринках, шоу. Отец Клео приглашает Дьюса поехать с ними. Он, конечно, далек от всей этой роскоши, но ради своей любимой он готов на все. Даже ради этого он идет в магазин и покупает наряд, который должен соответствовать празднику. В Буйорке Клео и Дьюс идут к одной самой знаменитой, самой богатой семье – Египта Толемея. Там Дьюс чувствует себя очень неловко. Он считает, что он не вписывается в их компанию и не подходит для нее. Тогда он решает прогуляться по городу и подумать об их отношениях. Но когда он понимает, что больше его никто не сможет полюбить эту царицу, он решает, что они идеальная пара. Но тут он обнаружил, что он заблудился в городе. А ведь он должен был сопровождать любимую на праздник в честь кометы. Клео же думает, что в самый ответственный момент он ее подвел. Тут она смотрит на него, когда он появляется. О, боги! В чем он одет? Как он мог так с ней поступить? Но оказывается, это все козни неферы. Она решила поссорить парочку. Но из дневника мы узнаем, что все будет хорошо. Они помирятся. Но это не единственная кознь неферы, которую она задумала. Как мы знаем, монстры отправляются в Буйор для того, чтобы там представить свой мюзикл. Но он находится под угрозой. Нефера собирается использовать чары кометы во вред Кэти и навредить ей. Смогут ли монстры и их новые друзья разгадать все тайны кометы и помочь Кэти? Об этом мы узнаем осенью, когда выйдет мультик Буйор, Буйор, которого мы с вами ждем с нетерпением. Как мы знаем, это второй уже раз фирма Мотел выпускает эту парочку вместе. Впервые это было в 2011 году. Они выходили базовым сетом. Куколки помещены в коробочку, соответствующей этой серии. Но она шире, потому что здесь помещаются две куколки. Передняя часть витринная выполнена из пластика. Правая сторона выполнена гранью в виде небоскреба, за которым скрываются две подставки и одна расческа. Под пластиком имеется картонка, которая не приклеена к нему, на которой написано название серии Буйор, Буйорк и Монстерифик Мюзикл, герб Школы Монстер Хай, название Школы Монстер Хай, а также вверху о том, что эта серия сопровождается саундтреками, и мы можем их уже с вами послушать. С левой стороны коробочки на пластике, с внутренней стороны приклеены рекламка DVD, на котором изображены Кэти, Клодин и Клео, а также арт-парочки, которые очень мило позируют фотографам. Логотипом этой серии является уличный фонарик с двумя табличками. На одном имена наших героев, а на втором название подсерии. Комет-кросс-каппоу, пара, сведенная кометой. На внешнюю панель вынесены сами куколки и очки Дьюса. Также на внутренней части коробочки есть картонка в виде яблока, черепка, на которой написано, что это поездка их криков. Это такой свободный перевод. На заднике также мы можем увидеть небоскребы. С обратной стороны коробочки вся та информация, о которой я вам уже рассказала, а изображен также ночной буйорк, через который летит кристальная комета. Ну что, вы готовы узнать, кто распакует эту влюбленную парочку? Ну что, кто угадал, что это будет Кэти? Это одна из главных героинь этого мюзикла. И благодаря Клео она попала в буйорк, она взяла ее с собой, поэтому это была Кэти. Ну еще потому, что она никого не распаковывала. Глядя на эту потрясающую парочку, я очень довольна, что она появилась у меня в коллекции. Свой обзор я начну с нашей королевы. Очень люблю, когда выходит новая Клео, и очень люблю, когда она меня радует. Данная куколка меня абсолютно всем порадовала. Начну я, пожалуй, с волос. Именно они меня привлекли у этой девочки больше всего. Длина их достигает ниже бедер. Прямые, темно-синего цвета. Спереди круговую с поднизу прошиты бронзовым люрексом. Люблю, когда люрекс присутствует у таких кукол, как Клео, Нефера и Эбби. Прическа у нее не сильно замудренная. Передние прядки закручены, собраны маленький хвостик на затылочке. Головку украшает корона диадема золотого цвета с изображением во главе богини Исиды. Некоторые детали прорисованы синим цветом. Корона имеет овальную форму, продевается через всю голову и имеет прямоугольные рельефы. Также из украшений у нее есть бронзовые сережки в виде бинтов. Что касается макияжа, Клео очень продумала свой образ. И этот макияж ей очень идет. На подвижном веке есть синие тени, очертаны черной подводкой. Под самими бровями коричневого цвета присутствуют золотые тени. В египетском стиле украшают ее глазки стрелки. А под левым глазиком красивый завиток, также в египетском стиле. Помаду выбрала Клео темную, темно-вишневую. Под правым глазиком присутствует ее камушек изумрудного цвета. Одело Клео потрясающее. Сексуальное, коротенько обтягивающая платьица из двух видов ткани. Верх платья из черной сетки с принтом бронзовых бинтов. Платье имеет длинный рукав. Часть платья, которая начинается от груди и стрейчивает ткани. С абстрактным принтом в виде разбитых камушков, как по мне. Синего, бирюзового и сиреневых цветов. На этой же части ткани присутствуют вставки блестящего бронзового цвета в виде кусков бинтов. Что касается украшений на руках, это бинты, которые связаны между собой. То есть это один бинт, который продевается на две ручки сразу. На ногах у Клео потрясающие босоножки бронзового цвета. Спереди присутствует маска фараона. Некоторые детали окрашены синим цветом. Подошва и платформа сделаны в виде лапы животного. Очень интересное оттиснение на подошве в виде кристаллов. А вот этот разрез напоминает мне какое-то копыто. Вверху на босоножках присутствуют рельефы кристаллов. Выше ножку обвивают кристальные змеи. Потрясающая куколка и одна из моих любимых Клео. Перейдем к ее любимому. Второй раз фирма Мотел порадовала нас Дьюсом с уложенными змеями. Впервые это было сделано, когда выпустили серию Down of the Dance. Еще тогда он был очень редким парнишей. Он есть у меня в коллекции, но в данный момент я нахожусь в другом городе. И сравнивать могу только по фотографии. Одна моя подруга, которая живет в Санкт-Петербурге и зовут ее Александра, тоже очень любит Дьюса с уложенными змеями. Теперь у тебя, Сашенька, есть возможность его приобрести. Макияж у мальчиков, естественно, отсутствует. Но, как всегда, присутствует небольшая растушевка для того, чтобы увеличить как бы глаза. У Дьюса она коричневая. Губы темно-персиковые. В левом ухе присутствует бронзовая сережка. Одет он в очень интересный наряд. Не понимаю, Клео, что ей не понравилось. На нем одет желто-зеленый джемпер, принтом чешуи змеи. Рукава и горловина выполнены из другой ткани, более плотной, зеленого цвета. А низ джемпера прошит зеленой нитью. Спереди на груди у Дьюса изображена черная змея, которая имитирует шарфик. Как будто из джемпера выглядывает серая рубашка. Но это лишь обманка. Джемпер расстегивается сзади на липучку. Брюки Дьюса меня очень порадовали. И вообще радуют, когда мальчиков одевают мне в шорты. На нем одеты обтягивающие брюки черного цвета, с тканью под кожу, как будто из кожи змеи. Не понимаю, как Дьюс мог одеть такие штаны, но они ему очень идут. Штаны расстегиваются сзади на липучку. Очень порадовала и обувь Дьюса. Очень стильная и интересная. Ботиночки, но благодаря разрезам снизу, напоминают сандали в греческом стиле. На этих разрезах, на носочке, вверху на манжетике и на подошве есть рельефы, имитирующие кристаллы. Спереди есть тиснение шнуровки, а по бокам линии. Дьюс не мог обойтись без очков, ведь он нас всех превратит в камень без них. К нему прилагаются золотые очки с рельефами кристаллов. Ушки выполнены в виде мордочек змей. Самое интересное, что очки вылиты полностью, а фрагмент стекл просто окрашен в черный цвет. С этими куколками идут две подставки нового образца, серебристые. Обратите внимание, что держатель прозрачный. Я думала, будет как у Нифера и Кетти, полностью серебристые. Но нет, сделали как у новых персонажей. Идет одна расческа. Я думала, Дьюс и так уже причесал своих змей. Она понадобится только к Лео. Ну и что касается дневничков. Всю информацию я уже рассказала в начале видео, просто покажу вам обложки. Ты станешь похожим на статую свободы, если прочитаешь мой дневник. Так гласит предупреждение дневника Дьюса. Он выполнен зеленым цветом. Спереди черепок школы Монстер Хай. Как будто через него просветляются небоскребы. Ленточка с надписью Монстер Хай. На обратной стороне опять же черепки, небоскребы. Даже статуя свободы здесь присутствует. И герб школы Монстер Хай. У Клео такие же черепки и разрисовка, но только все это на оранжевом фоне. А предупреждение ее дневника гласит, загадка моего дневника за пределами твоего понимания. Ну что же, вот и подошел мой видеообзор про такую влюбленную необыкновенную парочку, которую невозможно поссорить. Ведь именно такая настоящая любовь. Никто и ничто не должен вставать между ними. Ну что же, мы будем с вами прощаться. Желать вам удачи, хорошего настроения, настоящей любви. Возможно не сейчас и не в скором будущем. Но пусть она у вас будет. Почаще улыбайтесь и до скорого! Монстер Хай – это жизнь! Монстер Хай – это жизнь! Монстер Хай – это класс! В школе монстров учат нас. Монстер Хай – это высший класс! Уроки, реферации – это маленький арт. Чужие голоса мне постоянно твердят, твердят. Ты будь как все и сливайся с толпой. И только в школе монстров учат быть самим собой.